МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши очередной сеанс правительственной связи. И сегодня у нас в студии председатель Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Вениамин Петров. Вениамин Иванович, добрый вечер. Добрый вечер. Вениамин Иванович, установившаяся жара, это самый главный наш повод для встречи, она держит напряжение и вашу службу, и граждан, и органы власти, и руководители муниципалитетов. Статистика этого лета по сравнению с прошлым годом как выглядит? Ситуация по обеспечению безопасности на водных объектах остается на территории Республики сложной. В связи с этим и глава Республики Михаил Васильевич Игнатьев, и председатель Кабинета Министров, Иван Борисович Моторин, в принципе, заслушивает мой доклад ежедневно, каждое утро, какова ситуация по воде, по пожарам, и какие принимаем меры, чтобы ситуацию держать на контроле и исправить сторону улучшения. Если сказать, то все организационно-методистские мероприятия в рамках подготовки, они выполнены на территории Республики органам власти как исполнительной властью, так и на местах органов местного управления. Провели заседание правительственной комиссии, муниципалитетам выдали полностью все рекомендации, алгоритм действий. Потом 17 мая в Шальтямском сельском поселении Канарского района провели методический сбор с заместителем глав администрации районов и городов с демонстрацией всех практических мероприятий, как должно быть. Но, к сожалению, несмотря на все эти действия, в связи с установившейся жаркой погодой, ситуация остается сложной. На сегодня мы уже потеряли 24 человека на воде, из них 21 – это период купального сезона. К сожалению, из 24 – это пятеро детей. В прошлом году ситуация чуть была лучше, 19 было у нас всего и четверо детей. Рос практически на четверть. Значит, мы не дорабатываем как органы власти на местах, так и, конечно, не только органы. Хотя, хотелось бы мне сказать, что особенно средства массовой информации и телевидение, и радио, и печатные издания об этом, о мерах безопасности говорят, но практически круглосуточном режиме. Здесь все же играет человеческий фактор, просто недооцениваем ситуацию, и в связи с этим у нас происходят эти несчастные случаи. Даже вот взять вот этот жаркий период, с 17 июня по сегодняшний день, прошло-то буквально, вот, образно говоря, меньше месяца, 20 дней. За 20 дней мы уже потеряли 16 человек, из них трое детей. И возраст наших утонувших граждан, возраст золотой, от 15 до 60 лет. И все-все у нас происшествия произошли в местах, не оборудованных для купания. Но есть, конечно, абсолютно дичайшие случаи. 27 июня в Шамуршинском районе родители с детьми встречают выпускники «Зарю». Где-то около 2 часов утра одному из родителей захотелось искупаться в пруду, потому что родители возле одного костра, дети возле другого костра. Буквально через 10 минут его вытащили, но уже, к сожалению, спасти было невозможно. Кто здесь виноват? Вопрос, ответ ясен. Следующий момент. 3 июля, опять же, Муршинский район, двое взрослых по 60 лет отдыхают на берегу водохранилища, ловят рыбу, но в это время видят, что лодка оцепилась от привязи и волной ветром его уносит в водохранилище. Ничего не придумали. Один из них, владелец этой лодки, прыгает в воду и давай догонять. Но на волне лодку догнать это практически невозможно. Закон физики, природы и все остальное. В итоге нет человека, не справился, не рассчитал свои силы. Не справился, не рассчитал свои силы. И, по всей видимости, вода все же бывает местами и холодная, и все, ключи бьет. По всей видимости, организм не выдержал судорога, и человека не стало. Не стало руководителя одного из предприятий Комсомольского района. И вот буквально следующий случай – это 28 июня, 4 июля, прошу прощения, 4 июля Канарский район, местный пруд в районе 20 часов вечера отец в трезвом состоянии сажает ребенка 2 года 7 месяцев на надувной матрас и заплывает на середину этого пруда водохранилища. В итоге сам сидит, если так можно выразиться, болтает по телефону, и он не понял, не увидел, какой момент ребенок выпал из этого матраса надувного. Двое суток спасатели ищут, кое-как, кое-как ребенка достали, чтобы отдать родителям. Ну и последний случай – это тоже 4-го. Маргаурский район. Группа мужиков пришли отдохнуть на пруд, сидели, выпивали. Одному захотелось переплыть пруд на противоположный берег, переплыл, остался какое-то время там. Эти подумали, что он домой ушел, хотя его вещи здесь лежат, находятся. Встали, ушли, на следующий день спохватились, что мужик домой не пришел, его нет. Ну что, через двое суток достали, но уже... К сожалению, запретить людям пьяными лезть в воду практически невозможно около каждой компании. Не представишь человека в форме, чтобы он их хотя бы как-то сдерживал. А вот что касается купания в необорудованных местах, есть ли какая-то ответственность руководителей муниципалитетов за то, что они не приводят водоемы в порядок? То есть ведь это же у нас лето не каждый год, наступает неожиданно, но он приходит по расписанию. Следовательно, жара, люди хотят купаться. Ну вот я же упомянул, что специально провели учебно-методистский сбор, знают, что как делать. Но на сегодняшний день у нас на территории Чувашской республики оборудованных пляжей 14, и оборудованных мест для купания всего 17. Это абсолютно мало. Пример, допустим, Маргаужский район, 11 из 17 по республике, в Маргаужском районе 11. 7 пляжей, это на территории города Чебоксары. Но остальные муниципалитеты, к сожалению, с ссылкой на всевозможные финансовые затруднения и все остальное, от этого вопроса, образно говоря, ушли. Хотя это обязанность, прямая функциональная обязанность органов власти на местах организовать места для отдыха граждан. Для этого больших, если так, вот именно организованное место для купания, больших средств не надо. Первое, обследовать дно, пригласив спасателей. Второе, подвести песок. Третье, вывески по правилам безопасности на воде, по правилам поведения. И четвертое, это просто-напросто поплавками обозначить границу этой зоны для купания. Проверенного участка. Ну а дальше, конечно, периодически там появляется и контролировать, что, чего, как творится. И, конечно, каждый пруд невозможно оборудить. Поэтому мы, муниципалитеты, глав сельских поселений просим, чтобы в ежедневном режиме они все же объезжали, обходили вместе с органами, представителями МВД нашего, с волонтерами, с инспекторами ГИМС, эти водоемы, и чтобы ввели все же профилактические работы. Без этого, без этого результата мы не добьемся. Вениамин Иванович, ну, к сожалению, да, мы с вами все-таки понимаем, что свидетелем, очевидцем вот такого происшествия может быть каждый из нас. Может быть, все-таки не лишним будет напомнить правила, основные правила поведения на воде, раз, и для тех, кто видит, что человек тонет, в состоянии оказать ему помощь, вот как сделать это грамотно, чтобы и человека спасти, и самому не пострадать при этом. Ну вот хотел бы еще одну цифру. Из 16 взрослых у нас 15 утонули в нетрезвом состоянии. Поэтому основное правило, то есть в нетрезвом состоянии, к водоемам не подходить, потому что вода – это стихия. И здесь это несовместимое. То есть купание в нетрезвом состоянии абсолютно несовместимо. Второе – дети без присмотра возле водоемов не должны находиться. Поэтому просьба ко всем взрослым, если видят, даже если чужой ребенок находится где-то один возле водоема, но экстренно принять меры. Взять его за шкирку, если так выразится, отвезти в сторону, отдать родителям, привезти домой и все остальное. Следующий момент – не купаться, не плавать, не плавать на надувных матрасах, всевозможных камерах надувных, кругах, и не заплывать далеко. Потому что неизвестно, куда ветер подует, куда понесет этот матрас, куда эту камеру, в итоге потом сил не хватит, или захлестнет волной, до беды недалеко. Но в незнакомых водоемах, если даже выехали на природу, не прыгать, не нырять, потому что не знаем, что находится на дне. Поэтому спокойно входить в воду, не заплывать далеко, и все меры безопасности. Контроль, контроль, контроль. Детей считать по головам. Вот эти как бы вот абсолютно такие обыденные, обыденные правила жизненные, но они эффективные. Они эффективные. Но если вот мы говорим о спасении, действительно, есть много случаев на воде спасают у нас тонущих не только наши спасатели, а зачастую люди проходящие, люди отдыхающие, а даже в большей степени у нас спасателями зачастую такими являются просто подростки. Они смело бросаются в воду и оказывают первую помощь сначала, чтобы доставить человека на берег, а потом оказывать уже совместно, оказывать медицинскую помощь. Это у нас так ОБЖ хорошо преподается в школах судьбы? Ну, может быть, да. Может быть, да. Потому что у нас подростки, были случаи и восьмилетние спасали, и маленьких, и более взрослых, и двенадцать лет. Поэтому тут и награды получали, и ведомственные, в том числе, вот МЧС России. Поэтому здесь есть такие примеры, действительно, которые заслуживают внимания всех. Что нужно делать, чтобы безопасно для себя спасти утопающего? Прежде всего, наверное, здесь надо, вот если видим, кто-то просит о помощи, или видим, что человек тонет, здесь буквально секунда на размышление, нет ли поблизости каких-то подсобных средств для спасения? Веревка, тот же круг, возможно, лодка, или какие-то другие. Кусок дерева. Да, 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 ветка или что-то. Посмотрел, нет ничего. Тогда уже первым делом надо дать сигнал, как бы, звуковой, окрикнуть этому тонущему, сказать, предупредить, что я к тебе плыву, держись, чтобы у него паники не было. Потому что, когда паника, все, тут уже действия неадекватные, человек уже не дает себе отчеты. Поэтому дать возможность, чтобы он одумался и хотя бы подержался на воде какое-то время. Подплывая к нему, надо сделать так, чтобы подплыть к нему сзади, потому что инстинкт самосохранения человек начинает хватать спасающего своего, спасателя. Соответственно, может быть, такой захват, что сложно будет потом выпутаться обоим. Поэтому первое, это если есть возможность поднырнуть под него, схватить его за ноги, за бедро, за волосы, если есть, или одежда. Одежда, соответственно, потом уже вместе с ним, повернув его спиной к себе, чтобы он спиной оказался, а не лицом, уже выбираться на берег. Выбравшись на берег, уже оказывать помощь медицинскую, если первую помощь медицинскую, если в этом есть необходимость. Ну и вызвать, соответственно, скорую, чтобы отдать в руки врачам. – Менимин Иванович, ну, к сожалению, лето – это не только пора происшествий на воде, это все-таки очень серьезная угроза в том плане, что это пожароопасный сезон. В этом году жара установилась достаточно давно, и достаточно высокие температуры. Как у нас сейчас обстоят дела в лесах и, главное, на дачных участках? – Слава Богу, по лесам ситуация сегодня еще она такая, ну, контролируемая. В прошлом году мы не допустили на территории республики лесных пожаров, но, к сожалению, в этом году есть одно возгорание в Чебоксарском лесничестве, ну, там в пределах 10 соток, меньше, ну, одна десятка гектара. Вовремя среагировали, лесопожарные. – Это не пожаро, это возгорание? – Это возгорание, да. Но, тем не менее, уже предпосылка была, своевременно обнаружили, сработали лесопожарные службы Чувасской республики, и служба, она действует уже последние 5 лет, сформировано более 100 человек, более 80 единиц техники по всей территории Чувасской республики, но в основном лесной зоне, и в летнее время, в принципе, они контролируют, объезжают, обходят, и это все же дает нам эффект, что по лесным пожарам ситуация не такая сложная, но, но, все же прогноз погоды на июль-август синопики обещают температуру выше среднего, поэтому, поэтому здесь уже обращаемся ко всем жителям Чувасской республики, чтобы, когда мы находимся в лесу, за ягодами, за грибами, выехали на отдых, соблюдать первые меры безопасности пожарной. Костры ни в коем случае в таких условиях, даже о курок, если человек курит, и то он должен быть потушен полностью, окончательно, чтобы потом не было тлений и все последствия. И по дачам, вы озвучили, к сожалению, в этом году есть сторону увеличения, в прошлом году на эту дату было 12 пожаров, в этом году 15. Здесь причина печи, дачные, электроприборы, оставляем без присмотра, но ежегодно бывают случаи, когда, сжигая мусор, огонь перекидывается на дачные сооружения, на дачные строения, и в итоге бывает же полыхает уже дачи, тем более строения расположены близко друг к другу, полыхает уже не одно строение. Поэтому дачникам тоже предложение, просьба меры безопасности пожарной соблюдать неукоснительно. Вениамин Иванович, но вот противопожарный режим вводится при каких обстоятельствах и какие требования предъявляются гражданам, мы сказали, к органам власти. Противопожарный режим, особый противопожарный режим вводится на территории республики, соответственно, когда мы принимаем постановление, в этом году мы приняли 22-го, Кабинет министров принял постановление свое о введении особого противопожарного режима, соответственно, потом муниципалитеты 22-го мая. Соответственно, потом муниципалитеты вводят на своей территории. Что здесь? Мы вводим заблаговременно, когда прогноз погоды идет в сторону, что у нас прогнозируется жаркая погода, класс опасностей пожарной в лесах до 4-5 класса уже предполагается, тогда уже вводим. Прежде всего для органов власти, когда устанавливаем режим особый противопожарный, контрольно-пропускные пункты, это со стороны Минприроды, мобильные группы, плюс шлагбаумы, это то, что запретительное, но плюс органы власти на местах уже вводят, введя свой противопожарный режим, разъяснительную работу, встреча на местах. Встреча, обходы, профилактические мероприятия, поэтому вот эта работа, она у нас в прошлом году, мы ввели в мае месяце, эффективно потом работали, в этом году я думаю, что даст свои положительные результаты, но в то же время граждане должны соблюдать все эти правила, которые я озвучил. Я хотела уточнить, а вот специально отведенные для пикников места, то есть с оборудованными мангалами, беседки, шашлычные, вот этим можно пользоваться в пожароопасный сезон или же все-таки нежелательно? Если пожароопасный сезон введен, все эти мероприятия запрещаются. Уже запрещаются, потому что... Даже в специально оборудованных местах? Если места специально оборудованы, если они контролируемы со стороны органов власти, там можно. Но самим самостоятельно, если даже есть мангал, еще что-то, ну ни в коем разе. Но здесь хотелось бы и уже о штрафных санкциях, потому что, понятно, запрещаются нормы и правила. Здесь на физических лет штрафы до полутора тысяч рублей, на должностных 15, а на юридических до 200 тысяч рублей, когда нарушаем мы правила. А когда уже в особый противопожарный режим введен в этот период, штрафные санкции уже там увеличиваются в разы. Поэтому хотелось бы, хотелось бы, дело-то не в штрафах, дело именно в соблюдении и мер безопасности. И дело, чтобы не было вот таких печальных последствий. Пожары в жилом секторе летом по-прежнему актуальны или это все-таки так называемые зимние напасти? – Пожары в жилом секторе, они, наверное, у нас в принципе круглогодичны. Вот на сегодня, на территории Чувасской республики 462 пожара. Есть снижение по сравнению с прошлым годом на 11,8%. Из 462 пожаров, 370 – это в жилом секторе. Снижение тоже с прошлым годом на 6,1%. Но основная масса пожаров происходит в жилом секторе. Поэтому нет такой сезонности. Нет сезонности. Поэтому даже вот последний случай. Маргаужевский район на прошлой неделе. Мужчина с 72 лет. В зимнее время живет в Чебоксарах у дочери. Летом приезжает в деревню к себе свой дом, родной дом. Но ведет образ жизни не очень-то такой порядочный. От пенсии до пенсии, если так выразиться. И на прошлой неделе дочка приехала из Чебоксар. Как раз годовщина смерти жены, то есть матери получается, 3 года. Пошли на кладбище. Возвращаются с кладбища вдвоем. Никакие. Дошли до дому. Она дома. Он на веранде. Закурил. Заснул. В итоге, уже когда открытый огонь, соседи увидели. Это было 16 часов дня всего-то. Двоих нет. Вот жилой сектор. Поэтому первопричина у нас на первом месте – это нарушение правил устройства эксплуатации электрооборудования. Следующее – это неосторожное обращение с огнем. Вот как раз. Неосторожное обращение с огнем – это курение. 115 пожаров по этой причине. Из них больше половины – неосторожность при курении. И третья причина – это нарушение правил устройства эксплуатации печей. 101 пожар в этом году и 101 – 87 бань. То есть каждый практически пятый пожар в республике – это бани. Поэтому убедительная просьба ко всем, кто имеет бани в сельской местности, бани на дачах, сауны, хотя бы два раза в год заглянуть, что творится на чердаке. Потому что бани горят не от печи, бани горят от труб. Именно металлические трубы перегреваются, кирпичная кладка, раствор выпадает, искра летит, и на чердаке весь хлам, который в хозяйстве не нужен. И в итоге помылись, ушли, тлеет, тлеет, через определенное время полыхает. Поэтому убедительная просьба ко всем, чтобы заглядывали, проверяли, как себя ведет труба банная во время топки, именно во время топки. Тогда мы можем себя обезопасить. – Бенемин Иванович, в последнее время очень много у нас стало бань-саун, которые предлагают услуги в городской черте. Там есть и на дровах, и вот такие. Насколько они безопасны? Их проверяют точно так же? – Ну, они частные. Если частные, в принципе, их никто не проверяет. К сожалению. К сожалению, законодательство таково, что каждый несет ответственность за свое домовладение, за свое хозяйство. Поэтому, если они уже юридистские лица организовывают, там проверка. Однозначно, Гошпошнадзор, они прежде чем ввести в эксплуатацию, хотя они, конечно, сами несут ответственность, но Гошпошнадзор имеет право их проверить по заявлению жителей, когда безопасность, или по требованию прокуратуры, но в то же время несут ответственность сами владельцы этих саун. К сожалению, законодательство каждым годом, оно меняется и идет навстречу гражданам, юридистским лицам. Но в вопросах пожарной безопасности здесь, конечно, есть такие моменты, что... Мне бы хотелось, чтобы их чаще контролировать, больше контролировать. Тогда был бы не от того, что там бизнес кошмарить, а для того, чтобы было обезопасить, прежде всего, людей. И чтобы предотвратить реальный кошмар. Да, потому что Гошпошнадзор зачастую приходит к ним не для того, чтобы наказывать, не для того, чтобы наказывать, приходит, чтобы оказывать методистскую помощь, подсказать, как должно быть. Зачастую есть нормальные владельцы, не только саун, а и предприятия, учреждения, те, которые являются владельцами, сами приглашают Гошпошнадзор и просят помощи, подсказать, как должно быть. Ну и в завершении нашего разговора, чем мы, жители республики, можем помочь вам, можем помочь органам власти в профилактической работе, в предотвращении всех этих нежелательных ситуаций? Ну вот, как я уже сказал, персональная ответственность каждого за себя. Что пожарное, что на воде, что даже находясь за рулем автомобиля. И этот момент. И плюс безопасность детей, когда оставляем дома малых одних, у нас часто выпадает из окон, из балконов. То есть, прежде всего, за себя, за окружающих. И взрослые мы полностью в ответе за детей, полностью ответственно несем за наших малышей, за наших детей, и родители, и бабушки, и дедушки. Поэтому, если видим где-то возле водоема ребенок один, как я уже говорил, надо срочно принять, чтобы доставить родителям. Пьяная компания сидит возле водоема. Не постесняться им подсказать, если реакция нулевая или реакция агрессивная, сейчас несложно набрать номер или полиции, или МЧС. А единый номер 112, в любом случае, реакция будет адекватная. То есть, дадут команду той службе, которая должна принять в этот момент какие-то меры. Но если видим дым, огонь, где-то в поле, где-то в лесу, вот здесь убедительная просьба тоже экстренно сообщить, потому что беды в данном случае не миновать. Но самое главное, наверное, надо менять психологию. Надо менять наш образ жизни, когда мы выходим на отдых. Вот эти моменты, все меры безопасности, чтобы они были превыше всего. Потому что органы власти, в принципе, на местах делают все, чтобы обеспечить комплексную безопасность жизнедеятельности населения на территории Чувашской республики. И я думаю, Чувашская республика действительно является территорией комфортного проживания. Но когда мы включим все органы власти и население совместно, оно будет еще лучше, еще комфортнее. И мы обеспечим полную безопасность и граждан, и наших гостей. Потому что хотелось бы, чтобы действительно проблем было меньше и комфортно проживали на территории Чувашской республики. Ну что ж, спасибо вам большое. А я напомню, что сегодня нашим собеседником был председатель Государственного комитета Чувашской республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Вениамин Петров. Спасибо вам за внимание и всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»